В Северском районе выявлен незаконный цех по изготовлению мучных изделий. В ходе совместного рейда с представителями района администрации Казачеством, сотрудникам полиции удалось выявить 9 жителей Республики Узбекистан, занимающихся незаконным производством хлебной продукции в поселке Афибский, по адресу улица Чапаева, дом 101. Изготовление проходило в подвальном помещении с нарушением всех санитарных норм. В ходе проверки все иностранные граждане были привлечены к административной ответственности по статье 18.10, часть 1 КОАП РФ и по статье 18.8, часть 1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Материалы были направлены в Северский районный суд для принятия процессуального решения. Санкция данных статей предусматривает уплату административного штрафа в размере до 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ. В настоящее время в отношении принимающей стороны решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции». Санкции предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы. В районной администрации состоялось еженедельное планерное совещание с главами поселения, руководителями структурных подразделений, представителями служб и ведомств. Обеспечение пожарной безопасности – актуальная проблема Северского района. Чаще всего возгорание происходит на свалках бытовых отходов. С докладом об обеспечении мер пожарной безопасности на территории муниципалитета и подготовке к пожароопасному периоду выступил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Комаров. Он отметил, что за первые месяцы текущего года в Северском районе зафиксировано 14 пожаров. Фактов травмирования и гибели людей на пожарах не зарегистрировано. Показатели за прошедший 2018 год стали самыми высокими по количеству пожаров, травмированных и погибших на пожарах людей за последние пять лет. Об исполнении доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края и местных бюджетов Северского муниципалитета за 2018 год сообщил заместитель начальника финансового управления Андрей Красиков. В ходе доклада рассмотрели результаты исполнения доходной части, а также результаты совместной работы территориальных органов федеральных служб и органов местного самоуправления по сокращению задолженности по имущественным налогам. Помимо этого, на планерном совещании обсудили вопросы благоустройства и санитарного состояния в поселениях. В школе номер 12 Станицы Дербинской состоялся концерт ко Дню защитника Отечества в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. Ребята подготовили концертные номера и сценки, и жизни солдат Великой Отечественной войны, не оставившими равнодушными ни одного зрителя. Школа номер 12 – первая в районе школа казачьей направленности. Подробно изучать кубанские традиции в учреждении начали с 2018 года. Дети постигают традиции, быт казачества и, конечно же, историю Краснодарского края. Приятным сюрпризом для всех учеников стала выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Все экспонаты предоставила Краевая общественная поисковая организация «Собор». Во время войны еще существовали после революционной и дореволюционной вот такие пистолеты «Наган». Это были для командиров. Начало периода Великой Отечественной войны. В дальнейшем было перевооружение для командиров вот такой пистолет «ТТ». Широкий ассортимент вооружения от штыков до пулеметов, а также предметы быта оставили яркие впечатления у каждого ученика. В детской художественной школе поселка Ильского состоялось торжественное мероприятие «Слава тебе, победитель солдат». В числе почетных гостей – ветераны Афганистана и блокадного Ленинграда. Торжественное мероприятие началось с приветственного слова директора школы Ольги Фроловой. А представители Российского детского фонда традиционно наградили юных художников дипломами и ценными подарками. После минуты молчания ветераны поделились с учениками воспоминаниями о тех страшных событиях. Председатель Ильского совета ветеранов Василий Данченко призвал ребят сохранить память о воинской доблести и героизме. Учитесь и защищайте, любите нашу Родину. Но я думаю, что с такими поколениями, которые наши цветочки будущие, мы будем самая сильная страна. И помните, наша Красная армия была самая сильная. Российская армия, Советская армия самая сильная во всем свете. И никто никогда нас не победит, потому что мы защищаем свой народ, свою землю и всегда правда за нами. Запоминающимся моментом встречи стало выступление ветерана блокадного Ленинграда Леонида Кулешова, который воодушевленно зачитал отрывок из произведения Василий Теркин. К гармонисту все идут, обступают, стойте в разы, дайте на руки подуть. Отморозил парень пальцы, надо помощь скорой. Участники мероприятия посмотрели мультфильм «Воспоминания», посвященный детям войны, и отрывок из видеоролика про военные действия в Афганистане. В завершение встречи гостям вручили памятные подарки, выполненные учащимися. И сделана общая фотография. 23 и 24 февраля в Северской спортивной школе прошел чемпионат и первенство Северского района по спортивной акробатике. В соревновании приняли участие более 250 юных спортсменов из города Краснодара, Курганинска, Тимашевска, Станицы Динской и Северского района. Северский район Северский район уже давно занимает лидирующие позиции по этому невероятно красивому виду спорта. А потому победа спортсменов Северского района стала вполне ожидаема. Курганинска Курганинска Весь пьедестал, а именно третье, второе и первое место в групповых выступлениях среди мальчиков заняли воспитанники Северской спортивной школы. В битве сильнейших выступления акробатов, имеющих более серьезные разряды, сенсаций также не случилось. Абсолютную победу во всех разрядах одержали спортсмены Северского района. Встретим песни русской звонкой да блинами целой горкой. Курганинска Десятки четвероногих с нетерпеливым лаем ждут сигнала к старту. На Камчатке проходит ежегодная гонка на собачьих упряжках Берингия. Сначала участников ждет спринтерский заезд на 10 километров. На заснеженную трассу выйдут 39 каюров. Каждой упряжке по 6 собак. Подготовить команду, подготовить упряжку – это настоящий труд, на самом деле. Это дело долгое очень. Это дело ни одного сезона, ни одной зимы, даже, наверное, не двух. Дистанция нынешней основной гонки – более 1300 километров. Участвовать в ней будут только 18 каюров. В спринтерском заезде определится, в каком порядке они будут стартовать. Не все каюры решаются выставлять собак на длительные гонки. У них бывает такое, что они просто не то что устали, а начинают как бы наглеть. Типа вот длинная дистанция, мы тут отдохнем, начинают ложиться. Ну вот такое возникают, такие трудности. Больше всего я боюсь этого. Если это не произойдет, то все будет отлично. Берингия проходит на Камчатке в 28-й раз. В первый год дистанция была 250 километров. Следующей зимой ее увеличили почти в 8 раз. В этом году организаторы ожидают 250 тысяч гостей. Сегодня люди на Берингию едут, для того, чтобы посмотреть. Вот мы сегодня тут ходили, видели из других стран, туристов, просто приехали на Берингию. Ну это же правда праздник, красиво. Белый снег, замечательные собаки, красивые люди. Вы знаете, вот Камчатка вся именно такая. 2 марта в селе Эссе пройдет праздничный концерт, посвященный старту основной гонки. Заезд начнется на следующий день. Маршрут разделен на 16 этапов. Каюрам предстоит преодолевать за день по 210 километров. Ожидается, что они придут к финишу 23 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова